всем привет все что вы сегодня услышите особо слабомерные могут сесть а могут просто не смотреть сегодня мы говорим об автомобиле skoda octavia модификации или поколения а7 сектантов прошу не беспокоиться skoda octavia интересный автомобиль внешне но как в принципе истории с тойотой skoda себя возомнила скажем так великим автопроизводителем и посчитала что качество на качество и уже можно наклевать просьба особо не расстраиваться а просто принять к сведению с вами акер механик поехали как вы думаете почему все эти годовалые автомобили продаются с такими маленькими пробегами я вам сегодня объясню skoda octavia опять фл была и остается отличным автомобилем как по надежности так и по цене и по качеству в первую очередь а вот новая skoda octavia a7 это просто кусок вторсырья по ходу или так давайте я вам расскажу с чем вы столкнетесь купив данный автомобиль и вы сами примете решение готовлю вы с этим смириться или нет на skoda octavia a7 вы обязательно столкнетесь с проблемами электроники если вы думаете что эти глюки и от косяков работы например стеклоподъемников удастся избавиться только обновлением программного обеспечения у дилера или сбросом ошибок сканером который вы для себя купите то не мечтайте у octavia a7 перегорает перестает работать все что угодно и в любой момент перетратить вы этого не сможете никаким бережным отношением и молитвами чтобы мы у вас прошли все болячки которые свойственные этой модели сенсорный экран головного устройства например болера там или свинг часто глючит перестает отвлекаться на нажатия прикосновения особенно во влажную и холодную погоду отказывают например омыватели фар из-за повреждения пружинки там форсунка остается в открытом положении решается путем только полной замены даже сиденья с механической регулировкой умудряются ломаться путем самопроизвольного опускания спинки очень часто сгорает блок комфорта стоит он кстати приблизительно где-то 20 очку плюс замена с адаптацией в комплектации брак подушек радиатора отказывает круиз-контроль самопроизвольное резкое ускорение в потоке например эта проблема все с подрулевым ложная например сигнализация подушек безопасности из-за плохих контактов с завода сгорают блоки abs тоже из-за плохих контактов отваливаются парктроники что еще запотевают фары попадает вода в элементы рулевой такие как наконечники сама рулевая рейка сгорает электроусилитель руля регулятор давления турбины даже лобовые стекла меняют по гарантии на пробегах 10 15 тысяч километров за то что у них сновья не работают например подогрев стекла или они затираются моторы самое ценное что есть в этом автомобиле самые распространенные которые ставятся для поставки у нас в россию 1.4 tsi да работа над ошибками volkswagen group произведена путем замены цепи грм на зубчатый ремень зашибись расход масла есть расход масла есть и даже не мечтайте что его не будет с нагаром стало гораздо лучше но это только потому что вы навряд ли доездите до того момента когда он появится на ваших клапанах большом количестве так как вы сто процентов еще столкнетесь с проблемами с турбиной в основном виноват конечно там актуатор турбины который клинит так как знаете вот по его внешнему виду производится он для вага на какой-нибудь самым дешевом заводе в польше да по моему к пятнадцатому году он был вообще интегрирован в турбину и чтобы устранить эту неисправность нужно было менять турбину целиком после того как ваг в лице шкода или наоборот понял что они реально лоханулись то появилась такая отдельная запчасть как актуатор турбины для замены а модернизированный кстати 1.4 тсай работает намного громче чем прежний и а111 вас будут конечно парить что все дело в упрощенной шумоизоляции так далее чуваки там просто упростили конструкцию газораспределения и головки блока отсюда получаете дизеление бензиновый дизель круто заводской брак у этого мотора течетый нвд бензин смешивается с маслом двс бракованные постоянные перепускные клапана турбины новый кстати вот атмосферник 1.6 теперь уже с приводом грм стал цепным я вот правда не понимаю зачем портить мотор который был единственный беспроблемный хотя ну на атмосферниках цепи ходит достаточно долго но на этом моторе часто летят бензонасосы фазовращатели термостат так вообще проблема всех бензиновых моторов skoda такое ощущение знаете что в свое время все проблемные термостаты audi и volkswagen которые снимались или остались после отзывной кампании решили поставить на эту марку как правило косяк термостате приводит либо к недогреву или перегрев другого не дано как карты лягут и как вам лично повезет но то что он сломается это сто процентов и может он это сделать даже после 10 15 тысяч километров спустя тысяч может быть 30 может сдохнуть и помпа вы чувствуете вообще какая перспективка вас ждет продолжим мотор по идее который можно было бы рекомендовать на skoda octavia a7 это 1.6 tdi но в россии он не поставляется 2.0 tdi с common rail хорош конечно но почему-то с этим мотором skoda начинает стоить что проще купить volkswagen и теперь на сладенькое вы можете быть фанатом этой марки смириться со многими косяками там по электрике по кузову моторы и так далее все таки они ломаются не каждый день и не каждую тысячу и ездить на автомобиле можно но трансмиссия это то что заставит вас каждый раз при поездке думать на этих автомобилях доедите вы туда куда хотите или нет самые дорогие неисправности на автомобиле skoda octavia a7 связаны с коробками передач например встречается даже преждевременный износ на мкбп подшипники вторичного вала и меняется только агрегат сборе останетесь без машины на какое-то время появляется шум ну дальше если вы не глухой поедете к дилеру да dsg как ломалась так и ломается и будет ломаться и надеетесь что вам попадется какая-то особенная dsg хотя стоит признать что вероятность того первые 10 тысяч у вас вероятность того что у вас кончится сцепление или мехатроник сократилась со 100 ну скажем до 80 процентов то есть лучше не стало и не станет вот во мне кстати тут распечатали один из множества бюллетеней одного из автомобилей официального дилера skoda по знакомству дословно вам зачитаю помимо других всяких вот тут мелких неисправностей по электрике замене турбины на 35000 блин какой кстати терпеливый владелец достался мазохист походу ладно смотрите skoda octavia a7 1.4 tsi dsg elegans 2015 год выпуска 9800 километров замена сцепления скрежет при переключении передач 18 340 километров замена сцепления скрежет при переключении передач 32500 километров со слов клиента решили ускориться надавили на газ удар ошибка коробки передач коробка хаотически перебирает передачей дергается включается только 2 4 6 передачи диагностика вылет подшипника вилки кпп требуется замена кпп в сборе короче ребят худшее что вас может постигнуть это dsg-7 dq200 с сухим сцеплением чаще всего меняют сцепление выжимной вилку мехатроник реже конечно же всю трансмиссию в сборе но это когда задирает валы и естественно переборкой тут никто заниматься не будет просто нет квалификации помнится мне до 2014 года по моему гарантия на робот составляла три года а сейчас два года но почему-то это только в россии а у всех других было минимум пять лет у китайцев по моему 10 получше конечно мокрое dsg dsg-6 dq250 со сцепой в масляной ванне используется на только в сочетании на skoda с двухлитровым турбодизелем dq500 dsg-7 мокрое ставится только на rs skoda с бензиновым турбомотором 245 лошадиных сил гидромеханический автомат который ставится на 1 и 6 литра бывает что и до 30 40 тысяч нужна замена полностью коробки в сборе короче друзья все сильные стороны skoda octavia такие как огромный салон багажник хорошие там оснащение и немецкие технологии правда не первой свежести от volkswagen нивелируются отвратительным качеством сборки и комплектующих у этой марки конкретно на этой модели вместе с роботом dsg все эти факторы должны на данный момент оттолкнуть вас от покупки этого автомобиля ну а я на сегодня заканчиваю спасибо что досмотрели призываю подписаться на канал поставить оценку в виде лайка либо дизлайка и до скорых встреч пока а